люди изначально заметили что для того чтобы жить более безопасном обществе нужно договориться то есть определить какие-то условия этого общежития и наблюдая за жизнью видели что какие-то поступки ведут к отрицательным последствиям какие-то положительным отсюда сформировалось понятие нормы или понятия как кант его назвал кант рассуждал у него есть произведение называющаяся критика практического разума вот он там рассуждает о нравственной сфере вот закон как раз он лежит на нравственной сфере кант это называет категорическим императивом то есть что можно делать что является нормой для всех и всегда вот это есть в общем то закон вот и люди пришли к тому что в общем то развитое общество к тому что нужно записывать законы которые применимы и обязательны для всех и тогда жизнь станет гармоничной и безопасной и успешной для общества вот впервые закон насколько мы знаем появляется между речи вавилоне это кодекс хаммурапи и он очень похож на закон который мы видим в ветхом завете он по той же самой структуре изложен то есть появляются нормы закона с более не менее таким развитым обществом но даже примитивные если взять какие-то сообщества самых самых примитивных общежитий человеческих там тоже есть но там есть табу вот то есть в принципе общество человеческое получается там где есть табу или есть закон есть какие-то средние нормы общежития выработали есть даже такие исследования в культурологии что человек выделяется из мира животных в тот в то время когда у него появляются запреты то есть запреты делаю человека человеком тут очень интересно такой вывод потому что для того чтобы сформировать запреты нужен конечно разум можно человеческие свойства это раз а во вторых в обществе где есть запреты энергия направляется в определенное русло это очень важно и чем больше запретов и регламентации тем более упорядоченная энергия направляется в нужное русло энергия вообще которая есть человеке его деятельность то есть табу дела человека человеком закон полезен но теперь можно обратиться к апостолу павлу и он он рассуждается законе достаточно глубоко сам будучи фарисеем изначально то есть воспитанным фарисейского фарисейской традиции он видел не закон как абсолютное благо данная бог богом людям вот но в свете уже откровения христа он видит что это не абсолютно относительное благо и вот мы как раз сегодня и хотим попытаемся увидеть в чем относительное благо закона и что может быть лучше чем закон христос учит о том что есть дух закона есть буква закона буква закона убивает а дух животворит то есть в учении христа мы видим двоякое отношение к закону уже то есть если относиться к нему формально то вот эта средняя норма она всегда она ну в большинстве случаев она не попадает в цель потому что жизнь она намного более вариативно чем норма закона в жизни намного больше вариантов и применить что-то к жизни из закона очень сложно вот кстати так как евреи пошли путем спасения через закон утверждение правильности через закон то они не могли пойти другие другие скажем так они не мог не могли не вас не пойти путем прецедентов и талмуд талмуд талмудическая традиция это как раз и есть жизненные ситуации ситуации прецедентов на которые учителя еврейские реагируют определенным образом и говорят как поступить по закону в данной ситуации то есть понимаете да логика вот есть ситуация жизненная она описывается вот и закон применяется в ней таким-то таким-то образом вот есть похожая ситуация но отличается от этой закон чуть-чуть по-другому применяется в этой ситуации вот таким образом закон максимально адаптируется к жизни вот вот они пошли таким путем пытаются найти через ситуации применения вот и тогда возникает очень большой корпус книг вот талмуд есть два основных талмуда это палестинский да и вавилонский вот но все они многотомные то есть в принципе человек который хочет жить по закону он должен изучить там 18 20 тому в талмуды для того чтобы разобраться знать набор жизненных ситуаций которые случались людьми во все времена сказать в разных странах с евреями вот и он тогда из этого выбора может что-то адаптировать к своей жизни но жизнь все равно бурно меняется и трудно среднюю норму употребить в нашей отличной уже древней жизни весь древний мир в общем-то пришел к тому что величайшим благом является вот это вот этот закон он только он способен регулировать отношения в обществе и вот здесь кодекс хаммурапи еврейский закон диколог да или второзакония данная богом моисею потом разработаны очень подробно книги второзакония левит римское право все это в принципе вещи одного порядка и если взять римлян нужно сказать что римляне обождествляли закон и государственный порядок то есть они обождествляли общую норму для всех принципе у римлян с этим как бы много общего с в общем отношение к закону чуть ли не как посреднику между богом и человеком только он ну вы сто восемнадцатый псалом восхваление возношение закона то есть светильник ноге моей там и так далее можно понять древних людей потому что человек изнутри не имея духа святого я тут забегу вперед и скажу что не имея духа святого и закона написано записано в сердце не имея чувства внутри себя как поступать люди конечно очень чтили внешний регламент вот кстати конфуций пожалуйста конфуцианство это тоже попытка выстроить гармоничное общество и гармоничную внутреннюю жизнь человека через очень подробную регламентацию внешне только конфуция исходил из этикета не спите ки низ каких-то норм а из этих это то есть сколько раз поклониться такому-то чиновнику только сколько раз такого как почитать отца как почитать мать в подробно таких нормах этикета во что одеваться в какой день во что одеваться и и все 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 было расписано. И он исходил из того Конфуции, что если человек будет просто слепо придерживаться, не размышляя о том, не подвергая сомнению эти нормы, то все выстроится очень гармонично. Просто каждый должен придерживаться своего положения и поступать соответственно своему положению в обществе. То есть, лучшего ничего люди не могли придумать как внешний регламент, значит, что приносит Христос в этом смысле. Но Закон немножко напоминает, в чем его несовершенство. Он напоминает прокрустого ложа, вот этот миф не зря греки тоже породили, показывая, как средняя норма не может вместить, так сказать, полноту различий человеческих. Прокрустого ложа – это такое было устройство, царь Прокруст повелел всех людей, так сказать, которые ростом не входят в него, часть или отрубать человека, чтобы он был гармоничен ровно по этому росту, там, средний рост человека, или вытягивать его, если он не подходил. Отсюда вот в веках сохранилась эта поговорка, как бы, прокрустого ложа. Наложить вот этот шаблон на человека невозможно, всему очень различно. Это первый момент несовершенства, но это вот о чем Христос говорит – буква убивает, а дух животворит. А вторая норма, она уже была второй момент несовершенства закона, был уже открыт больше с научной точки зрения в двадцатом веке, разъяснен, хотя Павел, в чем гениальность Павла? Он две тысячи лет назад разложил все очень тонко, вот в послании кремлинам в частности, о противоречиях вот этого взаимодействия человека, читающего закон, и как бы человек раздваивается в чтении закона. В нем есть подсознательная сфера, которая не подчиняется разуму, и есть сознательная, которая подчиняется. Вот разумом он принимает закон, а подсознательная сфера не принимает. И Павел это очень хорошо объяснил, вот это противоречие в римлянам, седьмая и восьмая глава, значит Фрейд в начале двадцатого века, он попытался также заглянуть эту сферу и, кстати, он вводит в науку понятие подсознательного, подсознание, подсознание, сознание, сверхсознание, еще есть бессознательное, вот теперь уже в общем-то наука это принято, вот это вот описание души человека. В душе человека оказалось, есть несколько сфер, и большая часть души человеческому разуму, человеческой воле не подчиняется, а заблуждение древних было в том, что им казалось, что все подчиняется разуму человека, вот вся сфера жизни, вся сфера человеческой души подчиняется разуму. Если человек познал что-то, он потом этого придерживается, и в общем никакого конфликта, и он с легкостью это должен исполнить. В общем-то и римляне стойки из этого исходили, и Конфуций как бы из этого исходил. То есть ты не исполняешь закон только потому, что не хочешь исполнить, как бы вот так древнему считалось. Кстати, ночами сейчас слушаю записки из подполья Достоевского. Кто-то читал? На радио «Звезда» сейчас вот идет, в полпятого ночи буквально. Можно аудиокнигу эту качнуть, лучше еще раз переслушать ее. Вот это Достоевщина, когда человек как бы очень, он вскрыл противоречия человеческой души. Человек одно хочет, другое как бы говорит, третье делает, и все это в нем как-то в какой-то системе очень обоснованной уживается. Вот, он все может объяснить все свои поступки, хотя они противоречивые. Так вот, что говорит психология, что о любой внешней норме, любому императиву, повелению изредни. Человеческая душа сразу начинает сопротивляться, даже если это доброе повеление. Причины этого можно искать в образе и подобии Божьем, который есть в человеке. Христианин может так ответить. Кто-то по-другому ответит. Но это научный факт, что когда человеку говоришь «это нельзя», он почему-то начинает делать с точностью наоборот. Он почему-то это делает и находит в этом какое-то удовольствие. Я тоже над этим размышлял. Мне кажется, что есть еще такой немаловажный момент. Мы должны чувствовать себя свободными. И как только возникает опасность ограничения свободы, то мы, пытаясь утвердить свою свободу в своих глазах, мы вот эту опасность отменяем. Мы не исполняем только из-за того, что мы свободны. Это иррациональный момент, он нелогичный. Просто утверждаем свою свободу на фоне повеления не делать чего-то. Потому что нам важно, это наша самость, нам важно чувствовать себя свободными.